Добро пожаловать в Прагу! Заезжаем в старый город по трамвайным путям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот такие апартаменты, внутренние дворы в Праге, с Поленской Добро пожаловать в Казахстане! Добро пожаловать в Казахстане! Сейчас поедем в Казахстане! Добро пожаловать в Казахстане! Добро пожаловать в Казахстане! Добро пожаловать в Казахстане! Добро пожаловать в Казахстане! Да! Раздают офисы. Поднимаемся на башню, надели по лабиринкам. Тесла попадала уже вторая, запись в минуту. Вот такой вот старый город в Праге. Памятник Первой мировой войны. Пришли в ботанический сад. О, какие лопухи растут. Ну что, как цветочки? Я нашла дурман. У него очень красивые цветы, но я не хотела сказать. Это правильное решение было. Памятник Первой мировой войны. Вид на Прагу с Вышеграда. О, замок на Вышеграде. Внутренний двор возле церкви в Вышеграде. Возле костёла. Правильно написали в путеводителе. Здесь красиво, интересно и немного меньше людей. Деревья интересные. Дорожка вся. Вот такие же были в дурно, кстати. Ещё тоже не могла понять, что это за кустики. Просто у меня всё говорит, не ешь ягодки. Главное, не ешь ягодки. Ну это, наверное, эти, которые на жаре хорошо устойчивые кусты. Всё, всё, всё видно. О, ну смотри. Видишь там вон шпили? Ну. Мы оттуда пришли. А там у нас где-то вон там. Короче, вот это и есть старая Прага. Центральная улица в Праге. Мустык. Видеосъёмки везде утро. Как написано по чашке, славный складальник. Витховен. Да, так и написано. Витховен. На качельку. Мы выбирали по какой дороге поехать. Поехать прямо на Врослав или сделать небольшой крюк или на Дрестен. Ну, естественно, фанаты Германии поехали через Дрестен. Мы едем рядом с центральным вокзалом. Вот он так интересно под изукрашен. Чуть выше можно видеть синагогу. Или мечеть. Или не сильно большой специалист. Леша, что это? Как ты думаешь? Наверное, мечеть? Что это нам сказать? Да. Приготовьтесь к повороту. Направо. О! Ожил наш навигатор. Она минут пять молчала. Перегрелась немножко. Не говорила нам, куда ехать. Через 400 метров держитесь правее, затем держитесь левее. Хорошо. Через 400 метров поверните направо. Старый, да? Да, старый город. Лет пять назад здесь были. Еще на автобусном маршруте. Держитесь правее, затем держитесь левее. Вон там вокзал еще опять видно. Ну, а сейчас мы все-таки поедем во Врослав. Входим на стачевку. Немножко отдохнем. И потом домой. Чуть-чуть поближе. Хотим снять вокзал. Немножко под ним проезжать. Вообще, прямо перед нами едет белорусский автобус. Мы не можем понять, он домой едет или дальше куда, на Мюнхен или на Вену. Двигайтесь прямо. Осободнал еще один автобус. Кто это кричал? Наши люди. Мне надо стоит все-таки как-нибудь приехать в Дрезден и проездом. Как-нибудь так, на пару дней. Наверняка есть, что посмотреть. Наверняка есть, что посмотреть. О, в таком отеле, в похожей сетке, мы жили в Мюнхене. На Мюнхал. У нас распространенная сетка. Кстати, очень хороший отель. Березенький. Первый раз, когда увидела березу в Германии, меня охватило вообще дикое возмущение. Почему береза, наши родные березы, растут в Германии? У тебя не помутил этот бальд? А меня возмущает вообще сильно. Что? Не берете? Нет, я тоже не берете. Люди пошли. А, и мы когда гуляли по Мюнхенвальду, там на одном из стендов было написано, что в Мюнхенвальде вообще идеальные климатические условия для роста берез. Вот так вот. Оказалось бы, такое русское дерево. А в Австрии для него идеальные условия. Кто то ест? Кто то? Ты дерг suggests, что угас? Ну ли?